Степан Андреянович Примечал развалившуюся изгородь за лиственницей, осевший угол бани. Все разваливается на глазах, рушится, надо бы поправить. Да не все ли равно, много ли им со старухой надо? Покончив в кое-как с огородом, Степан Андреянович отвел лошадь в конюшню, зашел в правление. Ну, председатель, вари пиво, и завтрак кончаю. Ой, тут сваты без пива, голова кругом. Ты, Петровна, не здорово, что ли? А ли так, не воды какие? Да будешь не здорово. Вот сейчас из райкома звонили, спрашивают, сколько сверхплана даем, а у нас... Да что у нас-то, время еще терпит. Вон по новинам, сколько еще пустоши лежит. Я вот тебе первому сват говорю. Тут не то, что сверхплана, а остатки-то не знаешь, как засеять. Да что так? Семян нету. Как это нету? Куда ж им деваться с семянами? Да вот то-то и оно, что куда. Ведь я, Дайвич, пошла с кладовщицей последний сусек выгребать, заехала рукой, а там семян-то на полметра, внизу доски. Доски? Да. А я-то дура за полный сусек от бывшего председателя Лихачева приняла. Да за такие дела Харитона судить мало. Да, спросишь с него. В районе ему снова вера, опять обозом в лес промхозе заправляет. Да потом и чем докажешь? Вывернется, скажет, знать ничего не знаю, бумаг не подписывал и делу конец. Ой, тошнюхонька, ой, тошнюхонька. И что ж было меня неграмотную бабу ставить, говорила, на собрании не послушали. Ну и что ж ты надумала, девка? Да я и не знаю, сват. Слышка, ну а ежели вот к районным властям в ноги? Ой. Так, повы, так, на чистоту. Да я думала. Да какие у них семена. И не такое время теперь. А в соседних колхозах у самих обжим. Ой, тогда ты ж... Тогда уж и не знаю, как. Ну, раз война, плачь, да затягивай ремень. Нет, уж лучше без этого. Я вот свое и не посею ничего. А ведь у других-то семья. Куда без своего? Слышка, Господи, а много ли у тебя своих семян с мешок? С мешок-то небольшой. Был до двух, да я Анне Пряслиной посулила. А сколько надо, чтобы отсеяться? Мешков семь? Нет, да и шести бы хватило. Так. Тогда вот что. Твой мешок, да мой мешок, вот тут уже два. Два. Остальные по горсти позерну соберем. Да неужто кто откажет, а? Анфиса Петровна! Анфиса Петровна! Что случилось, Митенька? Ивана Кириловича, Ваню Силу убили. Ивана Пряслина. Ванюшенька, родимый, научи ты меня, как мне жить пятеро. Да еще же стой на кровати. Как жить? Поднимать такую ораву? Чем их накормить, напоить? По куску так шесть кусков надо. А какие у меня доходы? Можно поднадужиться, выработать рис труда дней в год. Получить по килограмму. Это хорошо ищи урожайный год. А ведь были годы, когда и сотками получали. Да розетта хлеб на такую семью. Розетта хлеб. Мамка! 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 Приняли. Приняли, мамка. Кого приняли, куда? Да в комсомол! Отец-то бы обрадовался. Бывало, ты еще маленький, возьмет на руки. Мамка, опять плачь. Ну что же это, а? Ну сколько тебе говорено? Мамка! Ну перестань. Плачу, Мишенька. Как жить-то будет? Ой, ну как жить, как жить? Ну проживем, проживем. Люди вон живут. Да у людей-то не такая семья. Хлеб-то теперь забираем вперед, а зимой что? Ну-ка, встанем. Вот, вот так. Ну-ка, видишь? Видишь, какой я? Во! Во, насколько выше тебе! А ты все, как жить, как жить? Мишка, Господи! Мамка! Как бы я жила без тебя, милый ты мой! Радость ты моя! Пропадать бы без тебя, мамки! Ты ж у меня за мужика теперь! Воды и дров принесешь, на сапогах подметки подбиты. Милый ты мой! Ну ладно, ладно. Радость моя! А ты думаешь, комсомол за здорово живешь, приняли? Как бы не так. Лукашин, знаешь, как меня назвал? Ну как? Товарищ Пряслин, говорит, настоящий гвардеец тыла. Это как, зазря? Понимаешь, мамка, все, ну все за. Ой! Да, и сам Лукашин. Я тебе раньше не сказывал, я еще весной подавал. А тут как получилось-то, понимаешь? Я и не просил, Лукашин, это вчера подходит. Ну то да сё, насчет работы спрашивает. А потом и говорит, ты, Михаил, в комсомоле? Нет, говорю, нехорошо, говорит, такой парень и в хвосте. Пиши заявление. Ну, раз так, я и написал, понимаешь, мамка. Все только и говорили, заслуживает, да, заслуживает. А вон оно-ка. А как же. А Лукашин, вот человек, такое про меня говорил, мамка, я и сам не знал. Ну, всю жизнь расписал. Да. А знаешь, ты знаешь, мамка, что я сделал? Ну? Татьяну Рудакову на соревнования вызвал. Их ты! Думаешь, не побью? Дудочки, я все заприметил, где она время теряет. Жару такого всыплю, будет всю жизнь помнить Пряслина. Ух ты. Вот так. Ой-ой. И тут, от избытка чувств, он подхватил мать и высоко поднял воздух. От неожиданности Анна не могла вымолвить ни слова. А когда она опомнилась, Мишки уже не было. Он бежал по лугу широким качающимся шагом в белой рубахе с непокрытой головой. Весь у отца, прошептала она, всматриваясь в удаляющуюся фигуру сына, и впервые за последние недели будто оттаяло у нее что-то в груди. Горим! 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 Черт побери, долетитый бык! На сухом болоте хлеб в опасности! Хлеб в опасности! Альфиса, шефир, повозку! Сейчас, бегу! Рубитесь здесь, оттаскивайте шучья! Мишка, куда в огонь лезешь, говоришь, отойди! Еще ничего, какой столь съем дать? Ой, плац-то, плац-то у меня, баба, ой, тошнехонько весь выгорел! Да молчи, варка со своим плацом, хоть сама дискоряна! Да как же, плац-то мне этот брателка даривал, когда еще замуж выдавались! Ой, господи, огонь-то вроде не пошел дальше! Слава богу, не пошел! Болото не загорится! Оно хоть сухим называется, а северный край мокрый! Эх, и дурачье! Сбились, как бараны! Мало тут воды, что дальше огонь не пойдет! Гляньте-ка, жонки! Птица! Да какая большая! Вокруг сосны кружит! Чего там есть? Зря ли так и будет? Ну-ка, Мишка, у тебя глаза повострее! Да ведь это гнездо у ей на дереве! Вижу, о, тварь без словеская! Слово сказать не может, а мать деток своих в беде не бросила! Где-то она людей на помощь зовет! Ей богу, бабы! Ну-ка, люди, жалко ведь! Сгорят! Сгорят! Надо! А-да не сходи! А дерево упадет, что будет? Ой, нет лестниц! Лака бы лестница! Снять можно! Эй, я сейчас без лестниц! Мишка! Теперь вниз! Не смей! Ой, Миша! Сынок! Ой, люди, вы или нет, птицу пожалели, а у меня... Мишка! Ой, миша, миша! Теперь не страшно огонь-то сожжений на десять отсосновей! Достал таких! Достал! Ну и парень! Глянь, живые! 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 Помогите! Убьите! Ой, Настя горит! Убьите! Одинаково! Одинаково! Лукашин бросился на перерез к девушке, но упал, зацепившись ногой за коренье. Когда он подошел к людям, склонившимся над Настей, она была без сознания. Подвели телегу, подняли осторожно бедную девушку и повезли. Присматриваясь за пожаром, остались Амфиса и Лукашин. Шумом разваливались островы обгоревших деревьев, взметая в черное небо фонтаны огненных искр. Ветер крепчает, а там еле густые. Пойдемте побыстрее, а? Домой идти надо. Ой, холодно. А у вас, Иван Дмитриевич, зажигалка была, не потеряли, а? Да нет, вот у меня спички. Ага, сейчас. Вы подвигайтесь, Иван Дмитриевич, сушиться будем. Господи, да вы в одной рубашке нижней. Ой, как-то я раньше не заметила. Да вы ж дрожите, как лист осиновый. Ничего. Иван Дмитриевич, а рука-то вся в крови, распухла. Ерунда. Ну что же вы мне ничего не сказали-то, а? Да давайте, давайте, руку я вам перевяжу. Ну-ка, ну-ка, не больно, а? Сейчас, сейчас, сейчас. Да нет, нет, ничего. Вот так вот, не больно, а? Ничего. Ну вот. Спасибо. Вот и хорошо. Спасибо, Анфиса. Вот и дождик кончается. А теперь я вас сеном обложу. Только вы сидите спокойно. Ну как, теплей? Да. Теплей так, а? Да-да, ничего, ничего, я отогреюсь. Погодите, а я вам кофту свою дам. Она бумазейная, теплая. Да ну что вы, не надо. Да как? Сами замерзнете. Нет, 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 давайте снимем рубашку-то. А кофта теплая, теплая. А то мне проходу жонки не дадут. Ну что вы, дайте. Скажут, мужика заморозило. Ну как, а руки-то полегче. А я уж думала, заболели. Я вся перепугалась. Анфиса. Анфиса. Что? Родная моя. Ой. Она глядела на него растерянными, изумленными глазами. Затем лицо ее, мокрое от невысохших слез, озарилось радостной улыбкой. И она почувствовала, что теряет последнюю власть над собой. Войдя в избу, Анфиса, не раздеваясь, бросилась на кровать, зарыла с головой в подружки. Да не приснилось ли ей все это? Ох, и дура же ты, Анфиса. Ой, да чего же дура. Сколько тебе лет-то, а? Нет, голубушка, видно, прошла твоя пора. Ведь бабе век сорок лет. Нет, не прошла моя пора. Не было у меня поры. Ведь каждому положено цвести в своей жизни. А разве я цвела? Чем мне вспомнить мою загубленную жизнь? Вдовой в замужних женах жила. Ой, ой, глупые бабы. Каждый идет ко мне со своими печалями, да с радостями. Совета просит, а ведь того не подумает, что и я. Я не каменная, ведь и у меня сердце-то бабье, и оно ласки хочет. Жить с любимым человеком, да что же может быть желание? А тут еще пошли бы дети. Ведь ни разу в жизни мне не довелось услышать слово-то ко мне обращенное. Мама, да ради того, чтобы иметь кучу ребятишек, Я бы какую угодно муку приняла, все бы вытерпела. А ведь хочу-то только такого, самого простого, самого обыкновенного бабьего счастья. Лукашин вышел от Насти из больницы, пошатываясь. На крыльце сидела ее мать, за одну ночь ставшая старухой. В этот же день Лукашина вызвали в райком. Как же вы не уберегли такую девушку, Иван Дмитриевич? А на войне всех уберегают. Вот что, секретарь, я за расчетом пришел. С меня хватит. Как это хватит? Хватит, говорю, с бабами по тылам околачиваться. Воевать надо. У тебя, видно, пожар еще в голове шумит. Ну, знаешь, у меня не пожар, а совесть шумит. Не, как у некоторых, сидят, пороху не нюхали. Это кто же пороху не нюхал? Договаривай. А ты думаешь, не договорю? Сукин сын! Жиру моему позавидовал. Да я с двадцатого пулю под сердцем ношу. Ты об этом знаешь? Тыл. Да разве не видишь, как живем? Люди на износ работают. Насмерть! Залезь хоть на минутку в мою шкуру. Приедешь в колхоз. Дети голодные. Бабы высохли от недоедания до от тяжести. Да я перед этой бабой, если хочешь знать, на колени готов встать. Я бы ей при жизни памятник поставил. Сколько в Пикашине на войну взято? Человек шестьдесят! Ну, как если бы бабы заново шестьдесят мужиков родили. Я иной раз задумываюсь, как это наша баба из пристежной коренником стала. Помнишь у Ленина? Каждая хозяйка должна управлять государством. Кухарка. Ну, кухарка. Да, так в этом все дело. А представляешь, что бы сейчас было, если бы мы эту самую бабу двадцать лет в коренники не готовили. Вот чего, между прочим, не взял в расчет этот полоумный Гитлер. Ну, вот что. Погорячились и хватит. А теперь иди, занимайся своим делом. И, пожалуйста, впредь не козыряй своим патриотизмом. Босые ноги Мишки у самой воды. Сгорбившись над удилищем, он со стервенением отбивается от вечерней мошки. Зло встряхивает сонный поплавок. Не клюет. А на душе у Мишки так мудрно, так тоскливо, хоть топись. И надо же было лезть за этой проклятущей птицей. Из-за него и Настя обгорела. Факт, из-за него не полез бы на сосну, ничего бы не было. Миш, Миш. Чего ты? Клёфт науду. И чего встал, Дунярка? А чего? Мест мало, да? Давай, 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 проваливай. И так он не клюет. И чего ты злишься? Всё лето не разговариваешь. Да ладно, катись, тут и без тебя тошно. Ты это всё из-за пожара, да? Ну не надо, Миш, слышь. Что уж так вышло. Ты не виноват. А кто же виноват-то? Ну кто? Ты ведь не нарочно, ты же не хотел. На войне ишь не то бывает. Да, так то на войне. А сейчас везде война. Ты это правда так думаешь? Ну да, правда. Нет, ты не шутейна? Ой, чудак. Ну честная комсомольская. Ты понимаешь, Дунярка, я ведь вовсе и не хотел. Ну, кружит эта птица, а тут бабы. Мишка, смотри, Мишка, смотри. Но я и полез. Да как бы я знал, да разве бы я? А я на тебя вовсе не сержусь. Хоть тут рядом белье он полощит. Да мне-то что? Да у меня-то белья-то немного. На слуде медведь телушку слопал, слыхала? Ой. Да. Ой. А я, знаешь, Миша, учиться поеду в техникум. Да ну. Да. Я бы не поехала. Да вот Лукашин очень советует. После войны, говорит, хозяйство поднимать надо. Ну, мы с мамкой думали-думали и решили. На агронома. Ага, хорошо. Это ты правильно. Валяй. Ой, только вот экзаменов боюсь. Миш, а вдруг не выдержу? Ну, это ты брось. Заверсту всех оставишь. Ну, уж сказал. Нет, ей-богу, честная комсомольская. А мне всю зиму у пня учиться. Почему? А школа? А, я в лес. На лес заготовки. Это уже решено. Да разве мамке одной вытянуть? Мамка такая маленькая, плаксивая. Пропадёт без меня. Да, как есть пропадёт. Ты знаешь, нынче моду завела. Что получше за обедом, мне сует. А мамка знает, как ты решил про школу? Да нет пока. Но пускай что угодно говорит. А я решил накрепко с учением побождать. А вот Лиску с Петькой да Гришкой учить. Хоть разорваться, а учить. Сводки с фронта становились всё тревожнее и тревожнее. Что не день падали новые города. Чёрные клинья на юге всё глубже врезались в тело страны. И вдруг, в эти тяжёлые дни, газеты принесли потрясающую новость. Наши наступают. От Советского информбюро в последний час наши войска на Западном и Калининском фронтах перешли в наступление и прорвали оборону противника. Немецкие войска отброшены на 40-50 километров. Нашими войсками захвачены следующие трофеи. Муж Варвары и Няхиной, уезжая на войну, сказал «Ежели узнаю, что ты тут без меня хвостом вертела, шею сверну». Как и подобает жене, Варвара волновалась за своего терёшеньку. Ждала писем, плакала, когда их долго не было. И вся сияла от радости, когда получала. Но стоило ей увидеть приглядного парня или мужчину, и глаза её вспыхивали шаловливым огоньком. Лукашина Варвара облюбовала сразу же, как только увидела. И, призвав на помощь весь свой опыт, пошла в решительное наступление. Вечером, поджидая Лукашина из бани, она встретила его не просто чаем. На столе красовалась неполная бутылка разведённого спирта, который ей с великим трудом удалось раздобыть в райцентре. Иван Дмитриевич, для милого дружка и серёжка из ушка. Садитесь. Благодарю вас. Выпьемте чуток. Ну-ка, берите стакан. Ну, ваше здоровье. Каково венцо? Не горько? Нет, ничего. Ой, жарко чего-то. Зря топило сегодня. Да. А что это вы сегодня вы нарядились? Праздник какой. А что ж нам не наряжаться? Мы партийностью не взяли, может, чем другим. Алёша, ты как, не ценится? Ну, как? Ой, 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 аж в груди захолонуло. Ой, Анфиса. Что? Ты? Лукашин с ужасом начал понимать, что случилось. Анфиса выбежала на улицу. Раскалённое вечернее солнце слепило. Било в глаза, словно нарочно, для того, чтобы все видели её позор. На другой день, после полудня, Лукашин на попутной подводе выехал в райком. Лёжа в задке телеги, он думал всё об одном и том же. Об Анфисе, об их разрыве, о том, как глупо всё получилось у Варвары. Виноват, виноват, со скрипом выговаривали колёса. Высоко-высоко, в холодном поднебесье, вытянувшись неровным, изгибающимся клином, летели журавли. Резкий толчок телеги встряхнул её, и Лукашин спрыгнул на землю. Секретарь райкома Новожилов уже ждал его. Ну вот, отпускаем тебя, Иван Дмитриевич. А ты, помнишь, грозил, кричал, сам уеду. Ну да. Партия, наобрат, знает что и как. Сейчас упираться станешь, пошлём. Ты смотри, что на фронте делается. Да. Кстати, знаешь, кто с тобой едет? Кто? Твой старый дружок Лихачёв. Да, брат, всех подчищают. Ух ты. Беспалый вход пошёл. Вот как думаешь, это хорошая ты жизнь? Или уж так, чтобы кулак собрать да ударить как следует, а? Ну, это добро, что здесь, что там, это одна цена. Ну, не прав ты. В лошадях Лихачёв разбирается, и за Фобозом был неплохой. Во всяком случае, место не пустовало. Место-то не пустовало. Может, и по тому же самому и Федулова в маслопром посадил. Тёпленькое местечко подыскал. Старая песня. Что ты мне всё Федуловым, ты чешу, что он мне, родня. Дыры-то чем-то надо заткнуть. Тут, брат, и белобилетнику Федулову рад. Да, и вот так вот. Одной рукой партбилет отнимаешь, а другой в контору сажаешь. Да. Я бы этого Федулова в другое время и дня не держал. А я бы сейчас не держал. Так войну, брат, без манёвров не выиграть. Здесь у нас фронт. Видал какой? Ну, ладно. Давай кончим об этом, а то ещё поругаемся на прощание. Да. Ну, пиши, не забывай. Да. Может, после войны к нам надумаешь, а? В Северяне народ хороший. Ну, об этом рано загадывать. Мне ещё войну сперва переехать надо. А это река, сам знаешь. Их жаль, женить тебя не успели. А то бы не так разговаривал. А может, какую-то зазнобу оставляешь. В таком малиннике жил, да что бы постником. Уж не председательница ли? А что? Женщина она красивая, видная. Только туда, брат, не заглядывай. Муж есть. Давай, знаешь, оставим упражнение в остроумии до следующего раза. Эх, и ты ершистый сегодня. Ну, насчёт Минина я, конечно, пошутил. А, в общем, понимаю тебя. Сейчас не до этого. Да. Я, брат, про себя скажу. Иной раз даже неловко как-то становится. Вот, мол, у тебя семья, жена, прочее. Как будто ты в чём виноват. Вот, говорят, война. А инстинкты разные пробуждают в человеке. А я смотрю, а у нас совсем наоборот. Люди из последнего помогают друг другу. И такая совесть в народе пробудилась. Душа. Душа у каждого насквозь просвечивает. И заметь, ссоры, дрязги там ведь почти нет. Ну, вот, ну, как бы тебе сказать. Понимаешь, ну, братья, и сёстры. Ну, понимаешь, о чём я думаю, а? Только тут не так просто. Вот как бы за этим братством нам кое-что не проглядеть. Вот, например, Фёдор Капитонович Клевакин в Пекашине. Ох, сложная фигура. Я таких видывал в других местах. Посмотришь, активист, с первого дня в колхозе. А у кого за последние десять лет дом новый? У Фёдора Капитоновича. А у кого дом полна чаша? У Фёдора Капитоновича. Ты что, знаешь, в семье не без рода. Ну, кто же говорит, что у нас все ангелы и собственническая психология ежита. Ну, ты понимаешь, не в этом суть сейчас. Нет, ты погоди, погоди. Тут не так просто. Собственническая психология, она тоже разная бывает. Степана Андреяновича в Пекашине, знаешь, Ставрову, ну, у которого сына на войне убили. Сани телегу сдал. Ну, а как же? Ну, это первая опора Мининой. Теперь смотри, что сделал Степан Андреянович. Сани, сбрую, телегу, всё приготовил. Тоже собственник. Только он всё делал втихаря, в своей норе, тайком, от людей, да своими руками. Вот что главное. А Фёдор Капитонович Клевакин, это совсем по-другому, приспособился и с тех же колхозных пор сок выжимать. Да ещё в почёте в Мичуринцах ходит. А знаешь, что меня удивляет? Ну? Терпимость колхозников. Ну, сняли его с бригадиров. А дальше, да я бы из него душу выкрихнул, счёт предъявил. Вот тот же Степан Андреянович. Был у меня с ним разговор о Фёдоре Капитоновиче. Так Степан Андреянович только рукой отмахнулся. Ты знаешь, не то сейчас на уме у людей, Иван Дмитриевич. Ведь все понимают, в какую мишень бить надо. Да, но с этим Фёдором Капитоновичем, помяни моё слово, придётся ещё иметь дело. Нет, так просто от него не отмахнёшься. Слушай, с тобой интересно поговорить. А что? Подожди, что-то у меня к тебе ещё было. Подожди. А, вот что. Помнишь, вот ты мне говорил насчёт профиля колхозов, ну, что в одном колхозе надо упорно животноводство делать, в другом на овощи. Ну, помнишь, ну, вот так я об этом думал. Это очень важно. Ну, не поленись, напиши подробную записку. Это всё надо обмозговать. А то у нас действительно ерунда. Есть ли у колхоза пастбище сенокосы, выгодно ли им овощи разводить. А план один, всё чёхом. Ну, а перед отъездом, если сможешь, загляни ещё ко мне. После полудня, справив дела в военкомате, Лукашин выехал в Пекашино. За поворотом большака он спустился к реке, Лугами до Пекашино ближе. Сквозь приречные кусты вника Лениво поблёскивало пинега. Наступала осень. Тревожное, щемящее чувство Всё сильнее и сильнее охватывало его. И постепенно В его воображении Встала Россия Израненная Окровавленная В неимоверном напряжении Ведущая гигантской бой На своих просторах. Поздно вечером Лукашин долго ходил около дома Анфисы. В полузакрытом окне горел свет. От белой занавески Отбрасывалась тень Анфисы. Лукашин постоял немного в раздумье И, махнув рукой, Зашагал прочь. Но, отойдя метров сто, Снова остановился И, прислонившись к изгороди, Долго глядел на окно Анфисы. Анфиса, Родная моя, Я не хочу говорить на прощание о том, Что произошло между нами. Вся эта чепуха с Варварой У тебя скоро пройдет. И ты, пожалуйста, Не мучай себя, Не расстраивайся. А если со мной что случится, Прошу тебя, Позаботься о моем сыне. Ведь у меня дороже тебя. Нет никого на свете. Быстро набегали сумерки, Крепчал ветер. Анфиса, Прижавшись к гриве, Изо всех сил нахлестывала коня. Наконец, Она спрыгнула на мокрый песок. Холодная волна Катила ее с ног до головы. На том берегу От лодки в угор Поднимались два человека Лукашин и перевозчик. А по реке С тяжелым грохотом и стоном Перекатывались черные волны. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова